ДЕЛА ВЕРЫ 2 ПОСЛАНИЕ ПЕТРА 1 ГЛАВА С 5 ПО 8 СТИХ То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержание – терпение, в терпение – благочестие, в благочестие – братолюбие, в братолюбие – любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Итак, апостол Петр перечисляет здесь семь дел веры, которые должны быть и умножаться в жизни каждого человека, называющего себя верующим в Бога, христианином, учеником Иисуса Христа. Давайте коротко рассмотрим каждое из них. Первое – добродетель. Это доброе свойство души человека. Это деятельное стремление к добру, удаление от зла. Добродетель – это положительное нравственное свойство характера человека, определяемое его волей и поступками. Это постоянное деятельное направление воли к исполнению нравственного закона. Добродетель – это первое проявление живой, спасающей, угодной Богу веры. Следующим проявлением веры является рассудительность. В библейском смысле рассудительность – это постоянное стремление к познанию Божьей воли. Буквально это слово значит в греческом языке знание, ведение, познание, понимание, разумение. Апостол Павел писал о рассудительности так. В послании к Ефесянам, в пятой главе, семнадцатым стихом. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Один из основных источников для познания Божьей воли – это слово Божье. Оно должно вселяться в нас, верующих людей, в обильной мере. Послание к Колоссянам, третья глава и начало шестнадцатого стиха. Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Далее в списке дел веры идет воздержание. В Священном Писании есть много наставлений и повелений для верующих людей относительно воздержания. Например, книга «Деяния апостолов», пятнадцатая глава, с девятнадцатого по двадцатый стих. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Апостол Павел в своих посланиях тоже не раз упоминал о воздержании. Первое Фессалоникийцам, четвертая глава, третий стих. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Первое Фессалоникийцам, пятая глава, двадцать второй стих. «Удерживайтесь от всякого рода зла». Следующим после воздержания в списке дел веры идет терпение. Терпение – это стойкость и твердость в испытаниях, и это отказ от мести. Без терпения невозможно спастись, невозможно исполнить волю Божью, и невозможно получить Божье обещание или обетование. В Евангелии от Луки, в двадцать первой главе, девятнадцатым стихом, наш Господь Иисус Христос говорил так. «Терпением вашим спасайте души ваши». Послание к евреям, десятая глава, тридцать шестой стих. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное». Следующим после терпения проявлением веры или делом веры является благочестие. В Библии дается очень четкое определение благочестия. Оно записано в послании Иакова в первой главе, двадцать шестым и двадцать седьмым стихами. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». «За благочестием следует братолюбие. Это особая любовь к своим братьям и сестрам по вере, к другим верующим людям». Первое послание к Фессалоникийцам, четвертая глава, девятый стих. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Очень хорошо о братолюбии написано в двенадцатой главе послания к римлянам. Внимательно перечитайте эту главу, особенно с девятого по восемнадцатой стихи, чтобы узнать, что же такое настоящее братолюбие. И, наконец, седьмым, самым важным проявлением живой веры является любовь. «Это не только любовь к братьям и сестрам по вере, но любовь ко всем людям». Послание к Галатам, пятая глава, шестой стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Если двенадцатая глава послания к римлянам описывает нам настоящее братолюбие, то тринадцатая глава первого послания к коринфянам описывает нам настоящую любовь. Внимательно и часто перечитывайте эти небольшие главы Писания, учась из них проявлять живую веру, действующую любовью.